Нет, ребята, это не кликбейтовое название, я действительно хотел сегодня проанализировать вот эту вот историю о проплаченном протесте на Дальнем Востоке. Почему говорю на Дальнем Востоке? Потому что протест уже вышел за пределы Хабаровска, вот с утра мы наблюдаем, вышли люди и на Сахалине, и в других, во Владивостоке уже по традиции вторую неделю выходят, и в других городах региона, то есть к протестующим присоединяются. Естественно, пропагандистам ничего другого, не только пропагандистам, но и их кремлевским хозяинам ничего другого не остается, кроме как в радиофинансовой заинтересованности всех людей, участвующих вот в этих всех протестных мероприятиях. Почему? Ну, потому что силовым методом решать что-то уже поздно. Время упущено, этим надо было заниматься несколько раньше, сегодня, по прошествии двух недель, две недели, напоминаю, не утихают митинги, протесты, шествия в Дальневосточном регионе. И внимание к этому приковано, да, со стороны всего мира, в том числе зарубежная пресса за этим наблюдает, зарубежная общественность, зарубежные политики. И включать сейчас силовой вариант, вариант в зубы, вариант с дуболомами, вариант с вентиловым, но это было бы, наверное, неправильно, тем более, что за эти две недели протестующие ни разу не показали, что они вот склонны каким-то образом нарушать закон. Они выходят на совершенно мирные мероприятия. Мы за 11 дней ни разу найдали помада! Утомиться в том, что мы порядочные и культурные люди! Мы не устраиваем патроны! У нас часов, у нас в чем мирно! Мы не бьем машины, не бьем витрины! Мы в 22.00 замолкаем и больше ничего не сконтируем! Поэтому, друзья, когда вам врут о том, что готовится какой-то силовой вариант решения проблемы, не верьте, это обычные провокаторы. Вот я думаю, многие видели вот этого вот товарища, он уже разлетелся по соцсетям, и таких много, мне тоже присылают, говорят, фейк, не фейк, который я не буду сейчас показывать, сам его видеоролик, потому что очень боюсь, прилетит от него страйк, уверен, что это провокатор, но перескажу, что человек несет. А человек несет буквально следующее. Значит, на Дальний Восток прибыли сотрудники Росгвардии из Москвы, которые разоружили местных полицейских, потом что-то долго об этом сопли жует, люди, конечно, ведутся на эту сказку, это фуфел. По одной простой причине Росгвардия не может разоружить сотрудников МВД. Такого не может быть, потому что такого не может быть никогда, это два совершенно разных ведомства, разного подчинения, ну, как военные могут разоружить полицейских и наоборот. Вот. Повторюсь, такого не может быть, потому что такого не может быть никогда, это чистой воды провокация, чтобы запугать людей, ну, а дальше вот этот вот фуфлыжник начинает нести какую-то такую ахинею, что это на самом деле даже не сотрудники Росгвардии, что это на самом деле переодетые сотрудники НАТО, бойцы НАТО. И бла-бла-бла, честно скажу, вот я даже дальше не стал слушать, я просто все это дело выкручил и вам не советую. Говорю, сейчас будет очень много провокаций подобного толка для того, чтобы просто запугать людей, а люди у нас доверчивые. А ну и понятно, почему доверчивые, потому что ты уже не знаешь, кому верить. Вранье льется со всех сторон. Сразу после задержания и ареста губернатора Крылой Центр захватили приезжие блогеры, которые теперь считают его своим. Это, ребята, наш. Ну и переходим к главному, да, к вопросу, так платят все-таки протестующим или не платят. Я думаю, многих этот вопрос интересует. Есть какое-то число неопределившихся людей, которые тоже не понимают, но коль скоро льются, льется вот эта вот информация из каждого утюга, а вдруг она имеет место быть. Ну давайте порассуждаем. На пальцах, как я люблю. Во-первых, там уже озвучена цифра, что по 700 рублей за участие там в митинге, шествии платят каждому участнику. Ребят, ну вот сегодня, по некоторым данным, на улице вышло опять порядка 80-90, может быть даже 100 тысяч. Ну давайте возьмем нижний предел, 80 тысяч человек. По 700 рублей каждому. Давайте посчитаем, сколько это. Ну я уже посчитал, сделал это за вас, 56 миллионов. Не забываем, что платить надо не только протестующим, есть еще организаторы, есть там еще всякие координаторы, всякие там околоплавающие, блогеры и журналисты, которые все это дело освещают, им тоже надо платить. Ну я думаю, это примерно, потому что освещение любого мероприятия, оно намного важнее, чем само мероприятие, поэтому туда тоже вбухиваются немалые деньги тем же журналистам, блогерам, организаторам, координаторам. Я думаю, это еще миллионов 50, и того уже 100 миллионов получается. Это в день. Не забываем, что протесты проходят не только в Хабаровске, повторюсь, выше сказал, они проходят по всему региону уже сегодня. И туда тоже надо башлять, ну вот считайте, миллионов 120-150 ежедневно надо платить за эти протесты. Протесты продолжаются, напомню, уже две недели, сегодня третья суббота, то есть, тоже сумма приличная, ну умножайте, две недели, там 14 дней, грубо говоря, на 120 миллионов. Больше миллиарда получается. Ответьте мне на один вопрос, вот в том числе и к Вати сегодня обращаюсь, кто на данный момент в России способен платить такие бабки? У кого они вообще есть, кроме Путина и его дружков, которые, кстати, рассчитываются нашими бюджетными деньгами, украденными у нас, там списываются по разным статьям из разных фондов? Вот у них эти деньги есть, у кого? Кроме вот этой ГОП-компании есть такие бабки, ещё раз, 120 миллионов в день на протесты. Ну я думаю, ответ очевиден, в России таких денег нет ни у кого, да даже если они у кого-то и есть, человек должен знать, во что он их вкладывает, каковы последствия, кроме того, человек, у которого есть эти деньги, он здорово рискует, потому что в данной ситуации он идёт против системы, я думаю, вряд ли кто-то осмелится, и вы со мной согласитесь. Ах, да, вариант госдеп же есть, да, он раз свалил, как обычно, есть Навальный, есть госдеп, на которых всегда можно свалить, есть укрбандеровцы, ну у Украины тоже таких денег нет. Госдеп, ну сами подумайте, своей головой, госдеп бы вваливал, даже если предположить, вваливал бы такое бабло, зачем ему Дальний Восток? Если вваливать такое бабло и устраивать массовые протесты, вот за такие безумные траты, то устраивать их необходимо, ну как минимум в столичных городах, в Питере, а лучше в Москве. Голова колонны ждёт хвост. Хорошо, допустим, платят этим протестующим, хорошо, допустим, этим занимается госдеп, переходим к третьей части Морализонского балета. А как вы себе это представляете? То есть сама процедура организации и оплаты вот этих вот всех мероприятий. Во-первых, я уже сказал, это огромные суммы, значит, как это всё выглядит? Для этих целей нужно сформировать какой-то счёт где-то в банке, куда поступят эти деньги в огромном количестве, цифры я вам озвучил, то есть это миллиарды рублей, которые поступят на вновь сформированный счёт откуда-то извне. Объясните мне, идиоту, как это можно сделать незаметно? Вот у нас существует и действует закон, да, о финансировании террористов. У нас каждую копейку, и вы сами это знаете, кто пользуется банковскими карточками, отслеживают даже не на уровне спецслужб, а на уровне СБ, службы безопасности любого банка. Чуть что тебе начинают задавать вопросы, объясните происхождение этих денег. Тут формируется какой-то счёт, на него поступают какие-то деньги из-за границы, я уж не знаю, единым траншем или разными, или из разных мест, и ни у кого не возникло никаких вопросов. Дальше продолжаем. Мы же о протестах говорим, о том, что надо платить митингующим, значит, нужна наличка, значит, эти деньги нужно снять. То есть, опять же, приходит человек, снимает в банке энное количество сотен, миллионов или даже миллиардов, и ему опять никто не задаёт вопросов. Следующий больной. Миллиарды наличными, даже один миллиард наличными. Вы представляете, какая это куча? Какая это масса вообще денежных средств, вот чисто физические. Ну вот все вы видели вот эту вот картинку, да, когда задерживали полковника Захарченко, у которого нашли 9 миллиардов рублей. Это квартира, забитая деньгами. Квартира, хорошо, один миллиард рублей. Но это не квартира, это кухня, забитая деньгами, забитая наличка. Вот о такой массе наличности мы говорим, то есть, это КАМАЗ денег, как минимум. Его надо снять, его надо, да, со счетов, его надо как-то вынести из этого банка, и всё это сделать незаметно. Его надо погрузить в этот КАМАЗ, и затем этот КАМАЗ протащить через всю Россию на Дальний Восток. Опять же, сделать это незаметно никто, ни сном, ни духом. Никакие спецслужбы этого не увидели, да, и там этот КАМАЗ денег тоже где-то разгрузить и потом раздавать. И нигде ни одного кадра, нигде ни одной фотографии, нигде ни одного свидетеля, нигде их не остановили, не задержали, ничего. Ну, не смешите мои тапочки. Я с утра до вечера читаю у наших пропагандистов какие-то новости о доблестных подвигах наших доблестных стражей порядка, силовиков, в основном, конечно, представителей спецслужб, которые какие-то там беспилотники. Беспилотники вот на этой неделе буквально, два беспилотника они поймали, над Чёрным морем летали американские беспилотники. Вы можете себе представить, что такое беспилотник? Ну, это такая штуковина летающая. Это не Boeing 767, да? Это такая штуковина летающая, чуть больше дрона. Её, в принципе, в руки можно взять. И вот спецслужбы, вот этот беспилотник, летающий над Чёрным морем, узрели дважды за неделю, два таких беспилотника поймали. А тут тонны наличных денег, которые сначала пришли в банк, затем их как-то там перезагрузили, загрузили в КАМАЗ, потом тащили через всю Россию, потом разгружали, раздавали. Спецслужбы не заметили. Поэтому, ребят, не ведитесь. Вот просто включите свои мозги, да, живите своим умом, а не умом пропаганды. Уже много раз убеждались и продолжаете убеждаться, что пропагандисты, они на всю дорогу врут. Вы думаете, они в этот раз вам правду расскажут. Ну и вообще, когда слышите такие вещи, требуйте от этих скотов какой-то конкретики. Поддержи Хабаровск, желаю удачи нам всем. Ну и, ребят, да, вот тут уже и субботник объявили. Надо выходить, наверное, на этот субботник всей страной. Сделаем страну чище. Это была реальная журналистика. Увидимся, услышимся, как обычно. Всё, пока. Пока!